Всем привет, с вами Влад, у нас уже финал, а в фаскапе у нас играет команда Ранетки, команда SPQR, ну что ж, у нас в первом банном от команды SPQR уходит Фантом КА и от команды Ранетки уходит ДУМ. Надеюсь, ребята нас порадуют таким финалом. Бестмастер, бестмастер второй бан у команды Ранетки и также второй бан у нас темпуарка. Что ж, Тайт. Да, вроде Тайт так-то неплохо будет облетать, инициировать, бить в щи, бить очень плохо в пощам. Ну вот, сразу же Сайленсер со своим глобалом облетает и какого-нибудь надо. Да, вот аппарат, есть аппарат, который будет халповать Аквериен на изи-лайне. Вот, непонятно пока что, куда Сайленсер пойдет. Либо это мид, либо это будет саппорт у команды. Который будет варить и аганим, и рефреш. И аппарат будет халп. Аппарат, в принципе, нужен как-то аганим. И все, больше ему ничего не надо в этой игре. Но если он выформит каким-нибудь крутым способом, то, конечно, будет еще даже очень хорошо. Даже лучше будет. Огромак вторым пиком у команды Ранетки. Ну вот, Тайт Хантер у нас пойдет в харду. Огромак у нас со своим станом будет... В принципе, тоже нужен, только аганим. И будет бить в щи. Будет бить всем в щи. Ну что ж, Магнус уходит у нас в банк от команды SPQR и их воет. У команды Ранетки. Все, команды Ранетки. Сейчас у нас она немножко и задумалась. О, боже. Лучше унести в банк. Четвертым пиком. И Вайтер. Да, в принципе, Вайтер будет сильно надоедать. Будет с руки очень сильно дамажить. Еще с своими ядами. Надо вот сейчас под эту связку у кого-нибудь прям забанить кого-нибудь такого тоже мастерика. Ну, антимаг. Да, в принципе, и неплохо то, что есть у нас сайленсер, есть у нас аппарат. И антимаг неплохо забанить. Потому что у команды пока что SPQR, а одни... ...прокастеры идут с Пиктра. Вот и наш первый кэрри. Надеюсь, что последний. А у команды SPQR... ...прокастеры идут с Кэрри. Давайте, друзья, второго саппорта, либо же брать кэрри. Команды Ронеток. Борьба здесь, конечно, будет такая вот жесткая. Тролль. Тролль у нас выходит до третьим пиком у команды Ронетки. Толя, ну, если раскачать стол, будет бить по щам. Ну да, команде теперь не хватает SPQR, не хватает только хардлайнера и не хватает мидера. Либо же второго саппорта, если сайленсер пойдет у нас на мидлайн. Ну и за команду SPQR у нас играет Стрелок 17, Ласт Дуды, Тайм Аут, Мён и Баттл Гуд. И за команду Ронетки у нас играет Лакоста, Мирк, Салина, Флорин и игрок ЕГЛМ. Мирк. Ну, добавил бы хотя бы в конце, а Мирка бы получилась, было бы намного проще. Хотя Мирк фишется без за. Так что все шикарно. Ну что же, а давайте остается всего лишь минута, чтобы выбрать героя. Надо какого-нибудь, наверное, у кого есть ста, потому что ладно, только замедление и ста у аппарата это мало. У Тайда есть ревенж, так же как есть фаеробласт у ограмага, еще и тролль может надавать станы. Так что здесь, как бы, тоже все печально получится. Есть гуш. Тайд может спокойно апнуть где-нибудь седьмой левел и пойти на энд, чтобы выфармить себе дайнер. Буквально там за 5-6 таков я стримую и сделаю. Это будет еще печальней. Ну вот, Зевс. Зевс у нас уходит на мид, а, наверное, Сайленсер у нас пойдет как в саппорт и вместе с аппаратом хелповать с пик 3. Ясно, 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 пикнуль Харлайнера, так же как тут нужно только мидер и второй саппорт. Здесь, конечно, второй саппорт, пошел бы, конечно, Овник, еще бы. Либо, может быть, какой-нибудь еще бы, тоже крутой какой-нибудь. Масс саппорт. Чтоб вообще дудки, дудки разбивать, бегать. Ну все, 1 минута 5 секунд. На пик и последние ласт баны у команд. Ребят, из команды Ронетки, вы не забывайте, что вы мне пообещали расписаться на стенке. Так, ну что ж, Некролит у нас уходит еще одним пиком в саппорты, Который может сконтрить одного героя своим мультимейтом. Так же есть хил. Может себе гтмп, через третью пассивку и хп, тоже бегать. Ну конечно, лучше бы, конечно, не Некролитову из лабы команды, а у кого-нибудь другого. У саппорта, который тоже был бы полезен командирам. Ну что ж, Кристалка уходит у нас бан под пиком, и фура у команды Ронетки. Ну да, фура бы неплохо, так бы стоял бы тоже на харде. Улетал бы, например, фармить лес, и прилетал бы, когда бы к репе подходили уже бы к башне. Тоже бы спокойно бы фармил. Ну все, последний ласт спите у команды Роспе Фьюэр, и у команды Ронетки. Шторм. Теперь вообще ничего не понимаем. Шторм у нас пойдет на мид, а Зевс... Ну конечно, Шторм пойдет на мид, а Сайленсер может у нас пойти в харду, и Зевс с аппаратом будут... ...бегать. Саппортить. А Спик Трия? Наверное, только так. И Профетка. Профетка у нас с пятым пиком. Ну, вроде теперь все правильно. Профетка у нас мид. Тролль у нас пойдет... Тролль у нас пойдет... ...и два саппорта и тайт в харду. Ну что ж, а на тролле у нас играет Лакост. Флорин играет на Огар Маги, ЭГЛМ играет у нас на Профетке, Мирка играет у нас на Некролитии, и Салина играет у нас на Тайв Хантере. Что ж, ребята уже под смоками идут на нижний лайн. Стрелок у нас играет на Спик Трия, Мён играет у нас на Сайленсере. На Шторме у нас играет Аймаут, Лас Дуде у нас играет на Изиевсе, и аппарат у нас... на аппарате у нас играет Баттл Гуд. Год, точнее. Баттл Год. Так, ну что ж, тоже есть Матти у команды. Тайд у нас сразу же пошел на топ, не пошел ни с тем, дали ему один вард, чтобы, наверное, поставить в лес, либо заблочить спаун. Есть также вард у Некролита. Ну вот, ребята сняли паузу, у нас профетку зафулили двумя тангами. Все, здесь ребята уже план рисуют, как пройти, как его убить. Все, с Матита упали. Есть вард, который вот спалит, спалит очень серьезно. Все, лес у нас тоже профукали. Сейчас будет драка. Конечно, вот эти три игрока ждут, пока ребята пойдут на хайграунд, а также, наверное, под смоками, чтобы был замес. Но, ребята-то, смотрите, уже спалили этим вардом, понеслось. Все, стрелы, станчики, походу, Некролит падает. Да, Некролит падает, забирает у нас его столица. А вроде неплохо, а форсблат еще и сейчас Зевс забирает себе. Руну богатства получает 100 голда и 100 опыта. Ну, поверхнюю-то руну тоже надо контрить. И Тайдуха-то бежит за ней. Тайдуха бежит. Тайдуха ее сейчас заберет. Ну что ж, как я понимаю, Шторм у нас направляется в Изи Лайн против Тайда. Зевс у нас будет стоять против Профетки на миде. И три плана три плана, друзья. В принципе, неплохо. Два дальних саппорта. Огармак у нас вместе с Некролитом. Ну, Огармак ближнего боя. Тут еще и Тролляк крепят потихоньку. Пока при этом Спектра фармит. Вроде получается пока что неплохо. Три крипа так же, как и у Профетки. Здесь уже четыре через первый и второй кач. Вот здесь вот пока что. Мне тоже интересно, что Шторм. В принципе, Шторм сильно так Тайду-то вообще ничего не сделает. Тай, тем более, качается через пассивку и качается через Смэш. Вот. Вот здесь такая вот тоже немножко паника пошла. А так же на Боди у нас. Крепят Некролита же, опять же. Спектра фармит. Ей никто не мешает. Ей очень хорошо. Но здесь могут забрать аппарат, кстати. Если ей позволят. Ну, Тайду-хатан ТП может и прилететь еще и под саппортий к кому-нибудь. Скульзер, все есть боттл. Четыре шагалда на руках. И Профетю уже боттл походу идет. Да. Осталось только наблюдать, а где сейчас кого-нибудь еще прессанут. Надо Некролиту сбивать. Отлично сбил хил. Мпшечки. Ох, Некролиту здесь вообще не везет. Его очень сильно крепят. Ну, сбил хотя бы. Зато Зевс все руны сходил, поднял. Так, на топе у нас, на топе у нас пока что тоже. Очень все печально. Тайт у нас спокойно фармит. Через Мэш и просимочку. Здесь такое вот противостояние Зевс и Профетка. Через задувку Профетки и через... Зевса. Так, вот аккуратненько тоже ребята играют. Ну, здесь Толя вообще не фармит. Почти не фармит. Потому что гоняют саппортов. Да, дотягивается Вард. Сейчас его, естественно, собьет 50 голда на руках. Все, Вард упал. Вард упал, 50 рук. Ну, себе спаун, то, что заблочил. А вот этим самым виженом, точнее, центре Вардом, не очень круто. Ну вот, это ганг. Это ганг на мид. Это ганг на мид. Ну что ж. Зевса, конечно, сложновато будет забрать. Тролль у нас флаской выхиливается. Солу-Ринг собирает Некролит. А у Спик-3 уже полторы тысячи голда. В четвертой минуте это, я скажу, даже очень хорошо. Если она так продолжит сейчас фармить, то... К восьмой минуте у нее будет уже три куска. К минуте десятой у нее будет Сакрит Релик. И... Об останется только на фармить на свиток. Может где-нибудь... К минуте... К пятнадцатой... Спик-3 выфармит. Если она будет играть через... Радианс. Тоже будет очень круто. Есть Тики, но нет МП. КП-то бегает, сжигает Некролит. Через два раза ее прокачал. Ох, как почти Некролит это отпинали. Жалко не было у Сайленсера МП. Так бы он накинул бы третий стилл. И там бы, наверное, отъехал бы наш игрок. Ну, здесь сразу же ганг. Уже на пятом левеле. А Профетка приходит на топ, пробует забирать Шторма. Почти без МП. Ну, и Ревенж есть уже. Тайдер, и Старканы. Ребята уже могут на бот. Как-нибудь перетянуться на ТП и уже пробовать сносить будки. Зевс-то пока что боится. Уже с Пойм Бустером сразу же будет себя собирать паст. А гоним, походу. Как-то команда очень серьезно настроена на игру, чтобы быстренько выфармить. Все, у Спектры 2000 уже есть. Ей вообще никто не мешает. Она стоит просто на фрифарме. Здесь вот, если он сейчас выйдет... Да, все. Зевс хорош. Ультанул, забрал. Помог своим тиммейтам. Ну, что, Зевс-то уже есть 20 голда. Дайер-с-то уже есть 20 голда. Ему очень вкатывает прям вообще стоять. У него есть уже почти одна половинка еще агонима. Что, ребята, отводик не можете сделать. Сами себе его заблочили. Не очень так. Тоже очень круто. Все, одна часть есть уже. Кура апнута. Здесь тоже Кура апнута. Прикольный такой курьер. Мне интересно здесь какой. Улитка. Да, когда-то у меня тоже была улитка. Но почему-то сначала у нее вот эти вот штуки были. Синенькие, которые за ней летают. А потом они куда-то исчезли. Потом мне эта Кура разонравилась. То, что не было такого эффекта крутого. Я ее нечаянно удалил. Так, ну что ж. Тролль у нас ушел на харду. Формить против шторма. Потому что понимает, что это очень-очень печально. На изи-лайне ему никто фармить не дает. Здесь же пришел Тай. Также стоит профетка под руной Инвиза. Попытался Тайдуха подойти. Но сразу же натянулись танчик. Надо попытаться. Надо ревенж. Отлично, по трейм ревенж сразу же забирают у нас аппарата. И спиктру. Спиктру-то тоже бьют. Но спиктра должна уйти. Нет, спиктра не уходит. За духу профетка шивает Тайдуху. Отличный ультимейт от Зевса. Шторм. Шторм уходит почти на панта. Панта к 125 хп. Вроде неплохо. Три в ноль. Команда разыграла. Ну что-то все равно у нас становится 3-2. Сейчас вообще было просто идеально. Это еще была драка вроде как Абизо Гармага. Где не было его чудесного стана. Это конечно прокасты будут идти вообще очень хорошо. Ну что ж. А тем временем тролль у нас фармит на топе. Собирает себе фазы. Вот уже первый ревенж от Тайда прошел очень хорошо. Здесь бы сейчас было главное чтобы Некролит Копыта не откинул. Хотя Сайленсер видел куда он шел. Жалко нет ультимейта. Так бы он бы забрал бы Некролита. До ультимейта Зевса еще 24 секунды. За 23-4 секунды он дойдет до респауна. Ну все. Отличный Гушли. Пошел. Тайд. Все. Тайдуху сейчас примут. Тайд стик. Стик. Последний удар. Все-таки Зевс забивает ультимейт от профетки. Не уходит. Не уходит. Зевс у нашли профетка тоже погибает. Тролль забирает нашего аппарата. Ну все. Здесь нет. Посмотрите. Не упал. Не упал. Зевс. Отличный ультимейт. Да. Правда Пайбека. Потерял. Еще и Глобал вообще прям не очень такой зашел нормальный, который и нужен был. Но Некролит снял своим хилом. Третий стил. Ну да. В принципе 2 в 3 неплохой размен. Сняли Хардлайнера, Мидера и Кэрри. В замену аппарата и Мидера, который Байбекнулся. Еще и забрал последнего игрока. Пока что все идет очень ровно. У Шторма есть уже Арканы. Есть Боттл. У Спектры 3.300 на руках. Ну вот если бы ее не убили, у нее был бы уже высокий трейлик. Ну а так уже. У нас еще Огра гоняют. Всего ДД. Отличный ультимейт от аппарата. Попал, посмотрите, попал по Огру. Ну и Троллята тоже начинает уже немножко бить. Так, с ультимейтом тоже напряжено. Пока что у Зевса 24 секунды. Есть уже став в Визоре. И... Ребята, в смысле, пока что Бот. Ну зачем? Зачем Сайлинсер просто так подошел? Он сейчас просто так отдастся. Стикин. Сейчас она за гучка. Фух. Замань сил, замань сил. Посмотрите, но все равно. Сейчас еще один гуш. Отлично, гуш. Хил от Некролита. И сразу же минус. Ребята просто не стесняет. Зашли за вышку. Дали по щам. Дали кщи. И Тейдух у нас... Попытался уйти. Отлично, Зевс. Тут гуш, гуш от Тейдухи. Первого левела. У аппарата ультимейт в КД. В Некролит есть уже ультимейт. Есть Ревенш Тайда. Можно опять организовать замес, давать по щам. И есть Мати, есть Сауриньку. Шторма. В принципе, Шторм неплохо одевается. 67 крипов у Спик 3. Ну, на 67-й минуте это не очень-то круто. Зато уже есть Сакрид Релик. И Спик 3 у нас уходит просто фармить в лес. Конечно, чтобы ее никто не убил, никто не забрал. Ее остается только нафармить на свиток. Это у нее будет уже Fast Radiance. Тайт. Тайт у нас с Брайсером. Наверное, это будут... Барабаны. Барабаны. И ребята под смоками у нас пошли все-таки. Найерс Боттон-Толер под атакой. Да, вот мы видим. Ребята под смоками пошли. Тут на мид уходит у нас Тролль. Сильно далеко команда выходит. Сразу же их пали. Давайте посмотрим. Глобал. Отличный врыв от Шторма. Они... Ну, это Толль у нас забирает. Здесь уже есть два стака. Тут уже есть и три стака. Может спокойно идти и тай сейчас выфармливать эти стаки. В принципе, третьим... Смэ... Третьим стилом смешем и... Пассивка только на два раза вкачана. Это тоже не очень круто. Ну, ребята, собираются сейчас. Будет, наверное, замес. Есть ревенж, так что надо стараться сейчас забирать. Но вот Спик Три был, конечно, бы не умирать. У него 600 голода на руках. Почти 700. Остается какой-то... Собрать только свиток. Купить его. Ну, вот Огр как бы хорошо сделал здесь три стака. За эти три стака сейчас, если... Он остается, зайдет и заберет. У него уже будет 1500 где-то на руках. Там останется только поднять 700 голода, чтобы купить тот самый дайдер. Че написал? А, микрофон. Тот самый дайдер, который ему очень нужен будет в этой игре. Когда он будет влетать с ревенжем. И там уже будет еще ультимейт-профетки. Огромак будет давать раскастовку по всем. Вместе с некролитом кого-нибудь, например, ультовать. Это будет, наверное, спектра. Чтобы сразу вырубать, чтобы не сжигала радиансом. Еще и не вьюзала свой ультимейт. Ну. Как-то вот так вот все может получиться. Но штор может влетать. А в тайда сразу же давать ему стан. Чтобы такого вот не получилось врыва от команды. Эра нет. И чтобы тайдуха не врывался. Ждем пока. Так, что это за щенок в чате? Ну-ка, чувак, иди-ка в бане посиди. Распамился у меня в чате тут щенок. Да, ну в принципе я даже не знаю тут. Вроде составы как бы равные. Главное не давать никому не переформить ничего. По золоту у нас пока что команда SPQR введет целых 3000 голда. Ну и в опыте, конечно же, только в 1000. Это не так уж и много и по голде, и по опыту. Так что, если сейчас команда очень хорошо постарается, то будет очень круто. И уже даже команда здесь. Чуваки, здесь есть тайки. Спектра. Здесь есть тайки, надо их идти забирать пока что. Пока это не сделает хантер. Зевс. Зевс у нас только 1200 голда, и, конечно, у него уже будет усилок. Тут также шторм уже, тоже с ТП, который может прилететь. И аппарат, конечно, 6 секунд ультимейта. 1200 голда на руках. Это уже у него коинт-бустер. От него в этой игре, кроме как агнима, уже больше ничего не надо будет. Тут еще в центре ворды летят 3 фласки на МП. Круто. В Толканы люди разбежались. Вроде все. Вроде все, ребята. Уже начали играть. Блин, что это такое? Что это такое? Есть хаста у профетки. Сразу же ультимейт. И вышка, вышка сейчас будет уже падать на ультимейт. Пассивка вкачена на... Три раза всего лишь еще отдали глиф. Ультимейт по четырем. Все. Спал хил и опять пошел... ...на вышку. Все, надо забрать. Тут Сайленсер пытается один что-то сделать. Ну, конечно, один он здесь ничего не сделает. И вышка, естественно, падает. И опять же появляется у игрока. И ох, какое сало дали Зевсу, что не мог дать ультимейт свой. Еще и встанем отличный ультимейт. Ревенж падает у нас. Некролит падает. Зевс падает, и Шторм пытается тоже разогнать потерю второй ультимейт от аппарата. Правда, он вообще мимо. И Шторм, естественно, здесь тоже складывают на две части. У тролля есть уже мастер. Кассерка уходит у нас на нижнюю руну. И Спектраф, Спектраф, Спектраф армит. У нее 1000 голда уже есть. Если я не ошибаюсь, то Свиток стоит 1300. Там уже ультимейт, и, конечно, ломать лица будут. Ну и падает у нас аппарат. Аппарат Мидас. Что это такое, ребят? Зачем тебе Мидас аппарат? Я понимаю, что тебе надо нафармить Аганим. Я понимаю, что тебе надо какие-нибудь ветра собрать. Я много чего понимаю. Ну, ты играешь на команду. Ты играешь для команды, чтобы саппортить. Но зачем тебе Мидас? Тем более, 15-ая минута игры. Ты купишь перчатку, которая стоит 500 голда. Где-то на минуте 20-ой. Не понимаю, зачем. Тролль у нас. Тролль уже у нас с доминатором. Тут еще и Тай приходит фармить вместе с троллем эти три. Самый стак. Но опять Мион, ты вообще гонишь. Зачем ты сюда пришел? Опять же, Мион сейчас просто отдастся. Отлично. Отличная стадь. Ну, уже, ну, уже. Надо забирать. Отлично. Забрали все-таки. Минус три. Располхали все стадья. Это ультимейт аппарата. Вот так вот, походу, зашел. Красиво я это и пропустил смотрел. За Тайдом. Как его складывают. Ну, сейчас просто будет угры не давать, а подойти к стакам. Потому что здесь осталось где-то 500 голда. Если не больше, где-нибудь 600-700. Так. Есть у нашего юного Зевса с АП-1 АМП. Так. Спектра отлично. Уже с Радианцем. Сейчас будут скоро уже сапоги. А с этим Радианцем. Она уже будет бетиться. Да, она, в принципе, уже может бетиться. 17-е минуты игры. Так что здесь все очень даже хорошо. Формит пробует два стака. Также есть ревенж у нашего Тайда. Опять такая вот заминка произошла. Ну, а угромак у нас сбивает ворды. На хайграунде древних. И на боте. На боте у нас аппарат фармит. 500 голда. 17-я минута. Видать, я ошибся насчет нашего аппарата. Что на 20-й минуте он только соберет себе свой Мидас. Ну, как бы он все равно не нужный был. Он купил только свиток за 1550. Когда это был поинт-бустер. У него сейчас на руках 500 голда и еще плюс 300. Еще подфармить 200 голда. И это был бы еще один артефакт. И там, как бы, лет тысячи нафармить. Чтобы был какой-то усилок. Ну, как бы. Может, конечно, хорошо. Может, он его и реализует. А потом, ну. Как бы все равно он. Этот Мидас, он ему не нужен. Ну, что ж. А ультимейт полетел от аппарата. Мне почему-то кажется, что он улетел. Ну, да. Влетел. Влетел в одного тролля. Тролль сразу нас отходит. Прожимает все скиллы. И ультимейт от нашего юного. Нашего юного. Нашей юной спик-три. Ну, что ж. Сразу же за мест. Тает. И Сайленсер у нас складывается. Войбэк от Сформа Мюнзи. А Сайленсер влет. Ну, и минус Толя. Толя у нас тоже падает. Все, Зевса прям подушкой забрали. Мечты, прохерка. Тут еще и забирают. Как отлично дотянулся Шторм. Отлично. Все, прощай, друг. Прощай. Все, это минус пять. Друзья, это минус пять. Команда Роне так просто рассыпалась. Увышки. Т1. 5 в 3. Всю команду разложили на Зевса, Сайленсера. И Шторма, который байбэкнулся, пять тысяч опыта. Команда получила. Ну, со счетом у нас пока что 13-16. А Т1 на миде команда снесла. На топе она стоит. На топе тоже стоит. Ну, в принципе, только разменялись фишками по миду. Да, и у команды SPQR на нету вышки на боте. Лайсдуде. Всего лишь что надо, 1400 голда. И будет Аганим. Там уже пойдет рефреш у игрока. Все будет намного проще играть. И здесь будет, конечно, от прокаса сразу же сыпаться Некролит. Будет сыпаться Профетка. Если еще кто-нибудь поможет. Также Сайленсер на 17... О, когда у него будет третий ультимейт. Это будет 6 секунд. Глобала. Сала. Еще с Аганимом. Это будет 7 секунд. Это будет 14 секунд. Команда SPQR, конечно, разнесет всю команду. Даже если не раньше, но... Уже есть ПТ. А у Спик-3... Ну и топ у нас, походу, команда SPQR уже снесла. Ну и смотрим. Давай, тролль... Тролль фармит. Тролль фармит. Есть базилка даже. Здесь, кстати, у нас уже выфармили. Огар не разочарует сейчас. Сделает еще один стак. Огар не разочарует сейчас. Вот, 1500 голда уже есть у нашего аппарата. Вот уже есть поинт-бустер. Либо же сейчас купить себе аркану. Наверное, это будет поинт-бустер. Ну, да, это поинт-бустер. Остается 2300. Вот, что-то я загнался. 2600 остается. Чтоб собрать агоним. Ну, гоняют тролля... По всей карте. Не хотят вообще его видеть нигде. Зато у нас спектра просто... Ходит и фармит. 1300 уже на руках. Она себе может собрать диффуза. Ох, сразу Гуш. Отличный ультимейт. Глобал. Отлично. Ультимейт Зевса. Некролит сразу же рассыпался. Отходит у нас... Тайд. Отходит у нас... Профетка. У Тайда есть уже... Форсан. Ну, я не понимаю... Вообще, что собирают... Игроки. Профетка у нас собрала ветра. Походу, дальше у нее сейчас будет идти БКБ. Но то, что вот... Сейдхантер собрал себе форсу. И я вообще ничего не понял. Что это он может сейчас собирать? Тоже БКБ, наверное. Если честно, я вообще не понимаю, что собирают эти игроки. Я бы вместо форсы бы лучше взял бы Дайдер. Да его бы, мне кажется, все бы взяли. Даже. То даже без Дажа его бы все бы взяли. Дайдер вместо форсы. Зевс у нас уже бегает с Аганимом. Только что ему принесла Акура. Последние арты. Так. У Сала есть. Достын. И 800 голда у нас у аппарата. Спектра просто бегает, формит. У нее два косаря на руках. Также у нас ходит уже... Шторм Спирит уже ходит с Блудстоуном. Так что здесь очень все хорошо. Но я бы, конечно, собрал бы, если бы тоже не Блудстоун, там, например, какой-нибудь Орчид. Ну, хотя Блудстоун, как бы, тоже, как бы, тут можно, как бы, так отспорить. Если сейчас Профетка Бакбесси соберет и Тайд, то, конечно, Орчид тут уже не потянет. Так что, в принципе, вроде, пока что правильно. Команды собираются. Точнее, команда. Но я все равно многое не могу понять о Тайда с Форсой. Конечно, можно куда-нибудь уйти от кого-нибудь. Самый такой плюс. Ну, именно Форсе же он будет врываться и давать ревенж. Ну, здесь Некролит собирает либо Мекку, либо Апайпу. Также есть Сауринг. И... Руна Богатства. Спиктра, походу, вообще из леса теперь не выйдет. Две 800 на руках. Еще и Руфу забрала. Еще и обратно вернулась. Два Вардика. Еще и Вард. Вард еще тоже сбили. Так, это... Это будет замес. Это будет замес. Ребята заходят у нас под смоками. Есть БКБ у Профетки. Ох, какой врыв от Айдухи. Сразу же Глобал. Ну, без Глобал. Конечно, снесут. Сайленсера. Ну, Огармак, прощай. Прощай, Огармак. Ревенж, отлично. Спиктра наказывает. Спиктра, Зевс. Утранул. Спиктра уходит на потак. Спиктра, Спиктра. Отлично сжигает радианс. Ну, Ляна. Ну, и Зевс. Зевс у нас тоже падает. Остается последняя Профетка. Ох, как Штормата, Штормата. Сынтабили. Еще один рывок. Все. Не достает. Ну, вот, о чем здесь можно говорить. Что Профетка просто... Собрав БКБ, она... Забрала почти всех... Всех и вся. Спиктра у нас сразу же выфармливает. Друзья, я прям забыл. Он как... А, на Тараску. Он на Тараску себе выфармливает Спиктра. Да, давненько я не комментировал игры Доты. Я уж все подзабыл, что как называется... Так, Некролит. Так, у нас Лутоли появилось. Вообще, что-нибудь тоже БКБ собирает себе. Тут вся команда... Все. Собирает себе БКБ, походу. Все. Шторм продал свои... Арканы. Купил себе ПТ. В принципе, ему больше ничего не надо. Все, Зевс. Зевс собирает себе Арчит. Точнее, я вам вру. Он собирает себе Рефреш. Есть Аганим. Нужен сейчас только Рефреш. И это все бить лица. У Спиктри тут. Тоже с фарма все отлично. 935 голда. Так, у Зевса. Вот, появляется Обливиан Став. Вот, жалко, что у Сайленсера даже пока что тоже не отогонимо. Вот, врыв Тайда. Отличный. Сразу же. Ох, какой мимо ультимейт вообще. А прошлое. Посмотрите, зато забрали почти Тайда. Тайда почти забрали. Вот этот прокаст. Мультикаст. Тройной. Вообще, никого не стали забирать у нас. А уходит на понтах аппарат. Ну, и ревенж вообще только в одного дотянулся. Еще и... Ультимейт от Профет, типа КБ. Когда вся команда при этом уходит. Зевса все равно здесь заберут. Вот здесь решает Профетка. Она очень много чего делает. А Профетка забирает 475 голда при этом. Голуба уходит на пол уходит на пол. Давайте посмотрим вообще по Prut 650 голда. Уходит 4000. команда сп qr ведет по голдне и по опыту у нас тоже по 5000 все ребята еще и на рошана пошли отличный ультимейт спектра открывается вместе с штормом но здесь нельзя давать рошана возвращаться за ним уже принимайте спектру и шторма ну шторм в принципе уйдет также как и спектрал сейчас застрял на целых 10 секунд и зевс зевс прощай зевс зевс надо тоже забирать отлично падает команда последнего игрока все-таки то это у нас ушел 3 в 1 в 1 зевса разменяли двух саппортов и профетку кто нибудь вообще поможет спектре забрать хорошо она одна не вывезет это стопудово забрали спектре дали аэдис 400 голда и всего лишь надо чтобы был была тараска она даже уже не есть причем это еще и аэдис у нее сколько где она где она 2400 хп 30 минуты игры да некролит походу собирает пайпу не стал собирать меху в принципе которая уже бы не помогла у нас есть бкб у тролля скоро будет бкб еще и у тайда остался один свиток ну зато здесь хекс как бы тоже очень нужен кидать на профетку до ультимейта агоним 31 минуты агоним аппарата если попадет не под бкб то снесут просто снесут и дадут по щам все шторм пошел за нет не пошел упал анвиз вот сразу же ультимейт глобал надо врываться отлично врыв зев забирает зев забирает некрелит а некрелит вообще просто складывается как только может и спинтра минус 2 в ноль наверно друзья это все это гг наверно для команды ронерки команда просто не вывезет тут уже шторм летает бьет по щам точнее шторм опротянул профетку получил за нее 500 голда и шлопа там и т2 у нас на миде тоже падает и шторм сейчас подвел крипов и команда стягивается у нас тоже готов сносить т2 ребята не пойдут наверно дефать мы ждать их на хайграунник потому что есть ревенж есть ультимейт микролита есть станы стан точнее логармага также есть бкб у толи и профетка у нас сейчас соживет через 18 секунд и будет тоже ультимейт ну через 2 минуты варпадет аэдис поэтому надо реализовывать его спитре которая сейчас находится на боке у нее 2 200 голда на руках 2 800 2 900 3 3000 голда ну вот команда видит видит что есть здесь 4 игрока уже все пропалились ну тайда тайда отцепляю тайду сейчас походу это минус минус тайд глобал отлично сейчас шторма надо забирать тролля походу тролль тролль минус вместе с огармагом да шторм шторм летает шторм забирает и салинс разыграет последнего некролита остается последнее это профетка профетка хотя бы одного должна забрать профетка забирает посмотрите но это опять же минус 5 и это смысл походу т3 от команды spqr тут уже команде надо писать гг конечно такая ошибка оставить спитре почти фри фарм на боте потом отдали фиша в потопе где спитра просто чудесно наформила радианс потом хорошо выформила себе тараску вместе с пт и у нее еще четыре восемьсот долга на руках она покупает себе еще два джавель походу там мкб ну все осталось только снести т2 мид у нас упал есть тайт тайт с бкб но поблизости никого нету кроме некролита который даже не успеет подойти а если тайт ворвется сейчас на своем на своей фарсе да вот спалили тайда т2 сейчас упадет и спикрайсинг сейчас пауза принесет свое мкб есть хекс тут уже почти у сайленсера тоже есть а его а а гоним у зевса почти есть рефреш осталось остался только один свиток так что здесь только заход на мид и ломачи вот 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 про что я говорил сразу же всех просто некролита хекс забирают забирают у нас некролита сразу же забирают штормак который сейчас наверно прилетит обратно тайт бкб троллят у нас тролли рассыпается рассыпается у нас также тайфхантер и байбек от профетки которая сейчас ультимейтом сгоняет всех ну естественно у него нет бкб и минус профетка уже второй раз и логармак последний кто остался который в принципе ничего не сделает прям по голде конечно команда эспектуэр осина обогнала команду ронеток в целом 23000 голда и по опыту здесь вообще капец ну все ребята вы вроде как написали гг и ждать до конца игры походу да в принципе спектра молодец ну ей вообще никто ничего не мешал а а а в м м м м м м м в принципе все осталось только скучно или м м но главная ошибка командира нет это что а собрал себе дворцу м 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 в м м последний кроны Соответственно это ГГ ГГ ВП А команда Ранет А проигрывает Финал Фоскапа Можно поздравить команду С победой Финал Фоскапа С вами был Влад До новых встреч всем пока Субтитры сделал DimaTorzok